Только раз в год, накануне Дня работника леса, на базе Сувальского лесхоза техникума проходит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году соревнования прошли в рамках Года человека труда. С редкой профессией лесничего знакомилась Милана Поварницына. В нынешнем конкурсе участвовало 12 человек. Это победители областных региональных соревнований из Кировской, Пермской областей, Республик Удмуртия и Мариэл. Особенность конкурса этого года – акцент на тестировании. А сейчас же уклон мы сделали на то, что все-таки в конкурсе в нашем соревнованиях участвует участковое лесничье. Это тестирование на знание составления протоколов о нарушении правил пожарной безопасности, нарушении правил заготовки древесины. Это не все. Каждый лесничий должен уметь изготовить деляночный столб. Это межевой знак, который определяет границы лесных участков. Ошкурить, сделать гребень, щеку, то есть небольшую вырубку, и подписать столб. И суметь его установить. Обычно лесничий сам принимает такие работы у арендаторов и лесопользователей, которые отвечают за охрану, защиту и воспроизводство лесов. Но чтобы принять, он должен знать, как это делается. Также лесничий работает со специальным инструментом – бусолью. Это работа с бусолью, специальный инструмент такой, применяемый при съемке лесных насаждений. То есть нужно правильно снять территорию, сделать промеры длин сторон, углы правильно замерить. Тоже очень важный элемент профессионализма. Кроме того, каждый лесник обязан знать лесообразующие породы. Поэтому еще один важный элемент профессиональных знаний – глазомерная таксация деревьев и работа с GPS-навигатором. Определение площади лесного участка, который мы обследуем. Ну, соответственно, описание насаждения. То есть это состав насаждения, полнота, тип лесов растительных условий, возраст средний, высота средний и диаметр средней древостоя. Оказывается, важно уметь не только развести костер, но и грамотно потушить. Поднести воду, заправить огнетушитель и ликвидировать все следы огня. Все это выполнить непросто. Александр Мирошин в лесном хозяйстве уже 10 лет. Он сменил много профессий, прежде чем понял, что это его дело. Но даже у него возникли трудности, что станет поводом для самосовершенствования. Конечно, этим кругом вопросов знания лесника не ограничиваются. Он еще и в животных должен разбираться, знать правила безопасного нахождения в лесу. Профессия лесника обязывает всегда быть на чеку и не жалеть сил на труд и на любовь к родному лесу. Важно, чтобы лес рос. Это же наши легкие. И как показал конкурс, лучшими знатоками зеленого золота остаются кировчане. Первое место завоевал лесничий из паркового лесничества Кирова Василий Шабалин. Второе и третье места у представителей республик Мариэл и Удмуртии. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.